Абсолютно не важно, давно ли ты начал увлекаться энергетиками, или тебе только предстоит начать этот путь. Все равно ты уже заметил большое разнообразие этого напитка на полках твоего магазина. И не важно, проверенная ли это классика временем или новинка на рынке, распиаренная или ноу-неймарка. Чисто российское ли это производство, купленные права или импортный энергетик. Это абсолютно не важно. Все равно каждый из них нуждается в моей проверке. И именно для этого я создал свою рубрику «Энер-тест». Ну а сейчас... Хей, ребят! Всем привет, с вами я, Анна Клина, и это канал Pixel. И это 43-й выпуск «Энер-тест». Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас 43-й выпуск «Энер-тест», в котором мы проверим Rockstar Energy Drink Original. Правда, российской версии, но да ладно. Сразу предвижу ваши комментарии. Мне плевать на то, что у меня не заправлена кровать. Я специально сел сюда, чтобы показать, что у меня в кадре не заправленная кровать. Не знаю, зачем это, но так надо. Но перед тем, как мы начнем обзор, давайте вспомним, какие типы критериев есть у нас для определения качества энергетика. Первый тип критериев – это реклама, дизайн, цена и удобство данного энергетика. Второй тип критериев – это цвет, запах, газированность и состав. Третий тип – это самый важный вкус и энергетичность. А знаете, что еще важно? Спуститься в описании, и первая ссылочка будет в ссылочке на донат. Ребят, мне нужна ваша финансовая поддержка. Мы молодцы, мы набираем большее количество часов просмотров, но мне еще много до подключения партнерки YouTube. Так что монетизации видеороликов у меня нет, а если увижу вашу обратную поддержку, то буду благодарен. Большое спасибо заранее. Продолжаем. И пока мы тут, давайте вспомним такой критерий, как реклама. На самом деле, этот энергетик очень популярен. У него очень много фанатов и очень много вкусов. В Америке. В России же я не знаю, почему этот энергетик обошелся стороной. Ведь тот же монстр или Red Bull в России, хоть и не имеет большого количества вкусов, но имеет большое количество рекламы и фанатов. Энергетик, рокстар многие даже и не знают. А судя по узорам, в России он еще и не самого лучшего качества. Но это мы с вами потом проверим, сейчас мы про другое. Не буду врать, что на английском языке очень много рекламы. Также у них есть свой собственный сайт, где мы потихоньку связываемся с Россией. Ведь там есть отдельная страница на русском языке с русскими вкусами. То есть формально, какая-никакая, но реклама для России есть. Ну или, по крайней мере, не реклама, а какая-то достоверная информация. Ну и давайте я тоже вспомню про страничку на Википедии, но не знаю, кому-то она еще нужна. Вот и я не знаю. Энергетик новым наймом я назвать не хочу, но и слишком высокую оценку ему поставить не удается вообще никак. Поэтому за рекламу я ставлю 4 молнии из 10. Далее идет такой критерий, как дизайн. Твоё тело все еще не пахнет подмышками, а волосы все еще недостаточно ссаные. Только какой же ты рок-стан. Ну, теперь, короче, возвращаемся к нормальному обзору. И по дизайну энергетик мне нравится. Но, погодите, погодите, давайте договорить. Энергетик мне нравится точно так же, как и дизайн адреналина. Я не знаю, как так работает, но, например, дизайн иона и монстра тоже не отличается особой сложностью. Имеет, наоборот, довольно-таки простые рисунки. Но, тем не менее, люди отзываются о нем в вполне хорошем свете. Я имею в виду именно о дизайне. Такие энергетики, как адреналин и, например, рок-стар, очень много имеют негативных отзывов по поводу дизайна. Ну и на самом деле дизайн, можно сказать, очень дешевый. У нас есть логотип рок-стар, который, не спорю, выполнит довольно-таки красиво, но недостаточно. И также очень много черного места и звездочка с надписью RR. Действительно, больше ничего не хочу сказать. Очень-очень пустой дизайн. Очень пустой и очень вшовый. По крайней мере, этот вкус. Есть еще другие вкусы. По крайней мере, в России есть еще два, хотя у меня есть только один, что странно. В Америке же очень много вкусов в оригинале. И там есть дизайн, который имеет также эту звезду, этот логотип, но он в тысячу раз лучше. Этот же, нет, этот же получается дизайн только 3 молнии из 10. Далее идет такой критерий, как цена. И в отличие от, например, популярных брендов, как я уже сказал, Монстр, Ион, Адреналин, Радбул, он относится в России к дешевому сегменту. Ведь его можно купить в фикс-прайсе за 55 рублей. Я думал, типа, да, классно, потом я вспомнил, что у меня есть ценовой диапазон. И вот тут я начал паниковать, потому что больше ни в каком магазине я его не видел. Благо, пришел на помощь интернет и люди с некоторых сайтов с отзывами, которые писали, что вы в город там завозили в пятерочку или какие-то другие магазины. И я нашел ценовой диапазон. Самый дешевый указан был 50 рублей. Один человек купил за 51 рубль. Большинство, практически все покупали за 55 рублей в фикс-прайсе, как я уже и сказал. И кто-то покупал за 60 рублей. Но, в принципе, ценовой диапазон вполне стабилен. И таким образом у нас вот такая цифра. Далее идет удобство данного энергетика. И не помню, как в оригинале, но в России существует только один вид тары. Это алюминиевая банка, объем 0,45 литра или 450 мл. Не буду долго рассказывать о том, как это удобно или неудобно. В общем, 4 молнии из 10 за удобство. Далее идет такой критерий, как состав, который я сейчас прочитаю. Состав вода, питьевая, подготовленная сахар, глюкоза, регулятор, кислотность клеммала, кислота и цитрат, африк, незамещенный. Таурина, армонизатор, кофеин, глюкоза, краситель сахарный колер 3, Е150C и рибофлавин. Экстракт гуараны, инозитол, экстракт джуншени, витамины В3, В6 и В12. Углеводов 12 грамм, энергетическая ценность, калорийность 50 ккал или 212 кг. Энергий, кофеина 30 мг, таурина 240 мг. Также я напоминаю, что если у вас слабое сердце, если вам нет 18 лет, если вы беременна или кормящая женщина, то забудьте про эту дрянь с надписью Energy Drink вообще. Остальные же давайте продолжим просмотр. По содержанию сахара он совсем немножко выше. По энергетичности он напоминает хорошие энергетики, которые действительно действуют. Не самые лучшие, но хорошие. Просто же по составу он не имеет чего-то такого сверх выдающегося. Ну давайте приступим к самому интересному. Мы откроем этот энергетик и почувствуем запах, увидим газированность и цвет. Затем оценим вкус и проверим энергетичность. Сегодня у нас ночной метод. Я надеюсь, он сработает, потому что сейчас уже 9 вечера. Вот он значит, стаканчик уже у меня. Я его отставляю и изначально мы просто открываем и мюхаем его. Знаете, чем я вспомнил? Давненько у меня такого не было. У меня в последнее время выходят то ли какие-то премиальные энергетики, то ли энергетики из других стран. Вот что-то такое. Это же энергетик, который мне напомнил мои первые выпуски. Торнадо, Флэш, Драйвни, Горилка, возможно. Вот это здесь. Классический кисленький запах, который по своей сладости в запахе что-то среднее между Флэшем и Барбарисовым запахом монстра. Ну, думаю, примерно вы меня поняли, кто разбирается в этом деле. Давайте запах... Ой, газированность, цвет. Газированность довольно-таки высокая. Пенка, как всегда, плотненькая, которая уже успела осесть. Пузырьки хорошо сохранились на стенках сосуда. Цвет такой золотистый, классический, прозрачный. Как лимонад, как зеленокумская груша, как... В общем, в стакане по запаху он больше начинает напоминать монстра. Вот этот вот его сладкий барбарисовый запах. Ну, давайте вкус. Надеюсь, что этот энергетик вернет мне какие-никакие воспоминания о классике. Поехали. Читал очень много отзывов и не понимает, откуда столько негативов. Все пишут, мол... Вернее, очень много отзывов о том, что он отвратительный на вкус. Ужасный. Его не стоит брать. Это самый худший энергетик, который когда-либо пробовал человек, оставивший этот отзыв. Но, скорее всего, он попробовал два энергетика. Какой-нибудь суперпремиальный и вот этот. Потому что по вкусу он вполне классический. Разве что со своими изюминками. Например, он классический вкус энергетика. Он кисленький. Он слегка сладковат. И напоминает действительно по вкусу немножко монстр. Только тот, каким он, скорее всего, должен быть. Я бы, если говорить чисто по вкусу, то... Вернее, так, абстрактным мышлением, то я бы сказал, что это какой-то внебрачный сын, торнадо и энергетика монстр. Блок монстр Энерджи. Еще раз. Блок монстр Энерджи и торнадо Шторм вот это вот смешали. Они там 50-50. И получился вот этот вот энергетик. Потому что по вкусу еще присутствует небольшая горчинка. Вот сейчас на послевкусе осталась действительно неприятная. Она не такая, как, например, в синем Адреналин Геймфью, а такая вот эко-джоновый сахар. Вот мне вернулись эти ощущения. В принципе, в принципе, есть как свои плюсы, так и свои минусы. Назвать его худшим в то, что я пробовал когда-либо? Нет. Вот у нас худший выпуск был совсем недавно. Назвать его лучшим? Нет. Я пробовал действительно качественные энергетики. Назвать его обычным? Нет. Он имеет какие-то свои изюминки даже в этом вкусе. Я бы хотел поставить оценку чуть выше, чем за средний вкус. Вернее, за обычный вкус. Потому что, как я уже сказал, свои изюминки. То есть, вот эта вот сладость небольшая барбарисова, вот эта вот кислинка. Но есть также и минусы, и плюсом к минусу. Не все любят сладость, а горечь наверняка такой вот никто не любит. Неестественно. Также не чувствуется, как писали, например, многие в отзывах, то, что суперхимозный какой-то вкус. Но вполне приятный энергетик. И так, что я тут распоряюсь. За вкус Rockstar Energy Drink Original получает от меня 8 молний из 10. Я считаю, вполне заслуженная оценка. Если вы считаете иначе, или наоборот согласно со мной, то пишите об этом в комментариях. А, как я уже сказал, время 9 часов. Сейчас я допиваю этот энергосик. И включусь ночью, скажу, до скольки же я продержался. Итак, друзья, время уже почти полчетвертого ночи. Я, как и обещал, на этот раз опять вновь включился ночью. В общем, что хочу сказать. Энергетик действительно очень хорош в действии. Он прошел довольно-таки мягко. Поначалу был такой всплеск энергии. Я думал то, что, воу, сейчас что-то будет с сердцем. Нет. Просто почувствовал такой прилив энергии. И спокойно, мягко досидел. Вот сейчас, правда, уже все меня клонит в сон. Но до этого я сидел без какого-либо ощущения усталости. Таким образом, я, получается, просидел практически полночи. Довольно-таки хороший результат. Это заэнергетичность 9 молний из 10. Потому что до 10 не дотягивает. Как бы мы не всю ночь продержались. Я не всю ночь продержался. Но тоже, еще раз повторюсь, очень хороший результат. Я даже не уверен, что сейчас усну. Я прям, вернее, лягу, прям сразу уснул. Ну, если подводить такой краткий итог, то, в принципе, как напиток, который продается в фикс-прайсе, 55 рублей, вполне классический вкус. Такая ночь, что ты там гоняешь? Вполне классический вкус, который дополнен небольшими изюминками, как в положительную, так и в отрицательную сторону. И энергетичность. 55 рублей мы получаем такую энергетичность. В принципе, я этому энергетику поставлю только огромный и жирный лайк. Скоро у меня будет также второй вкус этого энергетика, Rockstar. Так что лайки, и он выйдет быстрее. Также не забывайте, что первой ссылочкой в описании будут ссылочки на донат. Кто поддержит канал донатом, тем буду бесконечно благодарен. Ну, а теперь всем спасибо, всем удачи, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok